Еще интересная тема, как корпоративы в компании, стоит ли их проводить или не стоит. Однозначно ответа нет, но, наверное, больше по ощущениям. Если вы понимаете, что, условно, коллективу надо там выпустить пар, им куда-то выйти, выкулить их, да, организовать какой-то корпоратив, то, в принципе, можно. Либо они сами там кооперируются, либо они говорят, пора бы нам куда-то выехать, отдохнуть, можно сделать, но вопрос, имеет ли это какой-то экономический смысл, то есть, заработаете ли вы на этом. То есть, условно, они там погуляют, отдохнут, перезагрузятся и потом пойдут, например, там, поровут весь рынок. Будет ли это так? То есть, надо задуматься, если да, то окей, если нет, то смысла делать этого нет. И то же самое, есть ли смысл приглашать какую-то звезду, например, да, если это не окупится. По сути, ну, корпоратив увидит люди друг друга, например, пьяненькими, там, что они полюбят себя друг друга за это, да. Ничего особо не поменяется, скорее всего, не будет никакого выхлопа. Поэтому, если они хотят встретиться, они могут встретиться после работы, погулять, пообщаться, главное, чтобы это не влияло на работу. А если мы говорим про какие-то корпоративы, лучше просто, наверное, деньгами, либо сделать какой-то подарок одному там топовым менеджерам. Поощрить его, и вы отдаете, и ему приятно. И другие видят, да, что можно как бы расти и получать какие-то ништики за это. Вот это, наверное, самый такой удобный способ мотивации и одного человека, и потом дотягивание всего коллектива для этого. Но это такая тонкая грань, нужно каждому принимать это по-своему, потому что в каждой компании это всегда выглядит по-разному. Продолжение следует...